Уважаемые коллеги, разрешите вас приветствовать и сделать небольшой доклад о планах биохимических исследований в Институте Урусвати. Как известно, основной из задач Института Гималайских исследований Урусвати был поиск решения глобальных проблем в области медицины. Семья Рерихов планировала, что ключевым инструментом этой работы будет современная биохимическая лаборатория Института и вела достаточно кропотливую подготовку по ее организации. Вместе с тем закладывалось, что деятельность биохимической лаборатории должна будет проходить в тесном сотрудничестве с другими направлениями работы Урусвати. На раннем этапе перед лабораторией были обозначены задачи по изучению лекарственных средств восточной медицины, обладающих противоонкологическими свойствами. Но было решено не ограничиваться только этим направлением и собирать данные об их эффективных лекарствах, также в отношении других заболеваний. Для решения этих задач сотрудникам Института предстояло весьма основательно познакомиться с вековыми традициями Востока в области здравоохранения. Основное содержание этой работы представлялось создателям Института следующим образом. Сбор библиотеки важнейших медицинских трактатов стран Азии, в первую очередь Тибета, Индии и Китая. Перевод и расшифровка этих текстов. Выявление в восточной медицинской практике оздоровительных терапий и лекарственных средств, высокоэффективных в отношении трудноизлечимых заболеваний. Анализ состава этих лекарственных средств и определение их основных действующих веществ в биохимической лаборатории. Подготовка лекарственных препаратов и их проверка в современных медицинских клиниках. Создание на этой основе образовательного и медицинского центра с широким международным сотрудничеством. Несмотря на большие трудности, значительную часть этих планов удалось реализовать в период активной деятельности Института в 1930-х годах. Об этом относительно хорошо известно и уже прозвучало в сегодняшних докладах. Директор Института Юрий Николаевич Рерих руководил обширной работой по сбору медицинских трактатов, составлению библиотеки и соответствующих каталогов, а также по подготовке к переводу и переводу важнейших медицинских текстов. Святослав Николаевич Рерих, хорошо владевший базовыми знаниями европейской естественной науки, осуществлял достаточно масштабные дендрологические и фармакологические исследования. В процессе этой работы сотрудниками Института по свидетельству Юрия Николаевича Рериха была собрана библиотека с огромным количеством трудов по медицине, включая знаменитые основополагающие трактаты Джудши и Вайдурия Сунгон По. В одном из отчетов того времени упоминается, что Юрий Николаевич подготовил к публикации перевод медицинского трактата NUSPA-ARCHIAN-CELL в переводе на русские эффективные лекарственные препараты, описывающие тибетскую фармакологию. Возглавить работу непосредственно биохимической лаборатории готовился Владимир Александрович Перцов, выпускник Гарвардского университета, изучавший там биологию и медицину. Он дружил с Юрием Николаевичем Рерихом, они вместе учились в Гарварде, обсуждали планы будущего института в Гималаях и детально продумывали будущую биохимическую лабораторию. Но на этапе завершения строительства лаборатории что-то не сложилось, и приглашенный специалист-биохимик не решился принять участие в работе института. Потому развернуть деятельность биохимической лаборатории не удалось, как было задумано. Здесь представляется важным более детально рассмотреть, почему вся семья Рерихов придавала очень серьезное внимание биохимическому направлению работы института Урусвати. План биохимических исследований института включал в себя центральную задачу современной науки – поиск и комплексное изучение психической энергии, тончайшей субстанции природы, лежащей в основе проявления жизни. На основе рекомендаций Восточного естествознания планировалось осуществить биохимическими методами нахождение отложений психической энергии, основы иммунитета в организме, а также вещества империла, которые являются ключевым фактором развития разнообразных патологий у человека. Все это позволяло выйти к фундаментальному пониманию здоровья и к нахождению наиболее эффективных средств его восстановления. Биохимические исследования должны были быть поставлены в лаборатории весьма широко. Намечалось изучение проявлений психической энергии во разнообразных царствах природы – в корнях, семенах, пыльце и смоле растений, в продуктах жизнедеятельности пчел, в мускусных железах и молоке животных, в секрециях слюнных и других желез и нервных процессах человека. Биохимические исследования в Институте Урусвати по сути были нацелены на получение результатов стратегического характера в отношении благоприятной эволюции нашего человечества в дальнейшем. В этом Рерихе опирались на тысячелетний опыт мудрецов Востока, бережно сохраняемый в священных манускриптах Азии. Сокровенное учение о природе, изложенное в этих трактатах, описывает разнообразные проявления психической энергии и ее центральную функцию в динамике жизни и научные пути изучения ее свойств. При этом психическая энергия указывается как ключ к будущему, так как ее применение позволяет находить лучшие решения всех глобальных проблем. Но до этого психическую энергию надо было кому-то открыть и исследовать научным путем. Эти задачи остались для грядущих поколений ученых. По существу, Институт Гималайских исследований заложил основы будущего международного и мультидисциплинарного института психической энергии. Работы по подготовке этих жизненно необходимых для мирового сообщества возможностей, как известно, прервала Вторая мировая война. В послевоенные годы Юрий Николаевич Рейлих, выполняя волю своих родителей и продолжая деятельность по реализации научной программы Института, но уже на новой почве, прибыл в 1957 году по приглашению руководства Советского Союза на работу в Москву, полной надежд на плодотворное сотрудничество с учеными своей Родины. Надежды выдающегося востоковеда XX века не нашли должной поддержки. Это отдельная, весьма актуальная и сегодня тема для всех нас, для государства и всего общества. Как нам научиться ценить, беречь и приумножать дающиеся нам судьбой интеллектуальные возможности и духовные сокровища в виде талантливых и одаренных соотечественников, трудящихся для общего блага. Вернемся к теме доклада. Во второй половине XX века программа биохимического направления Института Урусвати получила свое продолжение в следующих научных проектах. Под руководством Юрия Николаевича Рериха в Институте Востоковедения Российской Академии Наук была начата масштабная работа по подготовке большого тибетско-русско-английского словаря с санскритскими параллелями, которое после безвременного ухода Рериха было доделано самотверженными усилиями главным образом двух его учеников – талантливых российских востоковедов Юрия Михайловича Парфионовича и его супруги Вилены Санджейны Делыковой. Итог этой работы 11 томов словаря были изданы в период 1983-1987 годов и 1991. На слайде представлены эти книги, многим из вас они, вероятно, знакомы. Главная задача данного словаря по планам Юрия Николаевича Рериха – это помощь российским востоковедам в работе с сокровенными текстами Тибета, в том числе включенными в многотомный буддийский канон. В 1980-е годы Парфионовичем был осуществлен другой важный проект – перевод с тибетского языка краеугольного медицинского трактата Тибета под названием «Голубой берил» или «Вайдурья карпо» или «Цнгон по», работа с которым также планировала с Юрием Николаевичем Рерихом в Институте у Росвати. Подготовка этой книги под названием «Атлас тибетской медицины» к публикации произошла в 1990-х годах при непосредственном участии Делыковой. На слайде изображена обложка издания с русским переводом, с которого в дальнейшем были сделаны переводы и осуществлены издания на многих других европейских языках. Следует сказать, что «Голубой берил» представляет собой важнейший комментарий к основному трактату тибетской медицины знаменитому «Четырехкнижию» или «Джудши», конденсирующему в себе уникальное знание о человеческом организме и способах восстановления здоровья. Далее, в 1990-х и в начале 2000-х годов коллективом биологов из Белоруссии и России, включая выступающего перед вами, в продолжении планов биохимических исследований Института у Росвати и на основе рекомендаций живой этики были проведены научные исследования нескольких областей проявления психической энергии. Получены многочисленные научные данные, очень кратко скажем о некоторых из них. Было обнаружено сильное влияние психоэмоционального состояния человека, по сути качества его психической энергии, на биохимический состав слюны. На слайде представлены картинки белкового состава слюны, как он меняется у конкретного человека при переходе из спокойного настроения, полоска 1, в приподнято положительное, полоска 2, и затем при переходе в отрицательное психоэмоциональное состояние, полоска 3. Большинство полученных результатов было опубликовано в рецензируемых научных журналах ВАК России. Также в ходе сравнительного анализа был в первом приближении очерчен круг биохимических веществ, участвующих в проявлении психической энергии в организме человека. Наиболее вероятными кандидатами оказались широко изучаемые в последние 20 лет молекулы из большого семейства фосфоэназитидов, которые принимают участие в регуляции обширного ряда процессов в живых клетках. На слайде представлена химическая структура разных видов фосфоэназитидов. Важным обстоятельством является способность этого класса биологических молекул накапливать фосфор. На схеме это зеленые кружки, которые являются ключевым для динамики психической энергии в нервной системе и во всем организме. Заканчиваю выступление. Планы семьи Рерихов по созданию биохимической лаборатории, а вернее лабораторного комплекса наука жизни, остаются до сих пор актуальными и насущными. Задумывалось, что лаборатория органично соединит в себе возможности научных методов современного Запада и Древнего Востока. Эта задача остается и ожидает своих исполнителей. В отношении перспектив стоит еще сказать, что современный этап развития программы Института Гималайских исследований Урусвати может включать многоплановое сотрудничество представителей востоковедения и естествознания для поиска решений актуальных проблем, стоящих перед медициной, наукой, образованием и в других сферах. Это может придать новое наполнение не только отечественному востоковедению, но и развитию сотрудничества между Россией и странами Азии. В связи с этим представляется также важной задачей при содействии государства максимально восстановить в ближайшем будущем архивы Института Урусвати и квартиры Юрия Николаевича Рериха в Москве. Спасибо вам за внимание. Желаю всем успехом на сегодняшней конференции.